Гости разъезжаются с бала у Фамусова. Чацкий горько сетует наедине с самим собой. Он ожидал найти в Москве радость от встречи со знакомыми, но надежда оказалась тщетной. Лакей Чацкого долго не может найти кучера. На Чацкого тем временем натыкается приехавший с опозданием суетливый Репетилов и начинает торопливо рассказывать. Он порвался своей прежней разгульной жизнью и сошёлся с умнейшими людьми. В английском клубе они образовали секретнейший союз с тайными собраниями по четвергам. На них ведутся разговоры о камерах, присяжных, о Бейроне, но о материях важных. «Да из чего объяснуетесь вы столько?» – не Репетилов начинает описывать членов секретнейшего союза. Князь Григорий – чудак насморит со смеху. Век с англичанами. Вся английская складка. И так же он сквозь зубы говорит. Евдоким Вуркулов – исполнитель любовных итальянских арий. Но если гений прикажете назвать – Удушьев Ипполит Маркелыч. Грибоедов намекает здесь на известного Чедаева. Репетилов советует Чацкому прочесть сочинение Удушьева. Хотя он, впрочем, почти ничего не пишет – в журналах можно сыскать лишь его отрывок, взгляд и нечто. Но голова, какой у нас в России нету. Хоть крепко на руку нечист. Да умный человек не может быть неплутан. Однако Удушьев любит говорить о высокой нечисти с горящим лицом. Да так, что все вокруг рыдают. На собраниях член Репетиловского союза сочиняют водевили, кладут их на музыку и сами же хлопают, когда их дают в театрах. Выходит, садится в карету Скалозуб. Репетилов бросается к нему с объятиями. Чацкий, пользуясь удобным моментом, скрывается от Репетилова в швейцарскую. Репетилов зовёт и Скалозуба на собрание союза. Там напоят шампанским на убой. Но Скалозуб в ответ обещает прислать в союз Фильдфебеля вместо Вольтера. Он в три шеренги вас построит, а пикните – так мигом успокоит. Репетилов советует ему не слишком думать о службе. Рассказывает, как сам затесался в зитя к немцу фон Клотцу, метившему тогда в министры, женился на его дочери, но не получил ни богатого приданного, ни чинов. Разглагольствуя, Репетилов даже и не замечает, что Скалозуб уже уехал, и его место перед ним заступил Загорецкий. Загорецкий начинает рассказывать про сумасшествие Чацкого. Репетилов не верит, но его начинают уверять в том же и как раз вышедшей княжны Тугоуховский. О том, что Чацкого надо лечить, говорит и старуха Хлёстова. Когда все они разъезжаются, потрясенный Чацкий выходит из швейцарской. Он слышал разговор о своем сумасшествии и гадает, кто же пустил этот слух. В это время на втором этаже опустевшего дома со свечкой появляется Софья. Глядя в темноте на Чацкого, она спрашивает «Молчалин, это вы?», но, подняв свою ошибку, быстро исчезает за дверью. Чацкий замечает, что стоит у двери в комнату Молчалина и прячется за колонну, решив следить, что будет дальше. Входит Лиза со свечкой, бормоча сама с собой. Барыне померещился внизу Чацкий, она послала меня проведать, нет ли здесь его, и заодно позвать Молчалина. Лиза стучится к Молчалину, говоря «Барышня зовёт вас к себе». Молчалин выходит, зевая. Наверху опять появляется Софья и начинает тихо спускаться. Молчалин, не видя её, принимается заигрывать с Лизой. Лиза советует ему думать о свадьбе с Софьей, однако он говорит, что не видит в той ничего завидного. Мой ангельчик, желал бы вполовину к ней тоже чувствовать, что чувствую к тебе. «И вам не совестно?» – корит его Лиза. Молчалин отвечает так. Мне завещал отец, во-первых, угождать всем людям без изъятия. Хозяину, где доведётся жить, начальнику, с кем буду я служить, слуге его, который чистит платье, швейцару, дворнику, для избежания зла, собаке дворника, чтоб ласкова была. И вот любовника я принимаю вид в угодность дочери такого человека. Пойдём, любовь делись плачевной нашей крали. Дай обниму тебя от сердца полноты. Зачем она не ты? Софья в гневе выходит и становится перед ним. Молчалин бросается перед нею на колени, ползает у ног. Она отталкивает его. Не подличите, встаньте, лжец! Софья требует, чтобы Молчалин завтра же уезжал из дома и чтобы она больше никогда о нём не слыхала. Из-за колонны выходит Чацкий, восклицая. Вот, наконец, решение загадки. Вот я пожертвован кому. Ах, как игру судьбы постичь. Людей с душой – гонительница, бич. Молчалины блаженствуют на свете. Молчалин скрывается в своей комнате. Зато на шум прибегает Фамуса с толпой слуг. Видя Софью рядом с Чацким, он называет её «стромницей и бесстыдницей», вспоминая, что её покойная мать то и дело заводила связи с чужими мужчинами. «Чем прелестил себя Чацкий? Да ведь сама назвала его «безумной», – вопрошает Фамусов дочь. «Так этим вымыслом я вам ещё обязан», – поворачивается к Софье Чацкий. Фамусов считает, что Чацкий лишь притворно разыгрывает возмущение Софьей, чтобы обмануть его. Он бронит Лизу. А Софью грозит отправить в деревню, к тётке, в глушь, в Саратов. Там будешь горе горевать, за пяльцами сидеть, за святцами зевать. Чацкому Фамусов впредь отказывает от дома и грозит ославить его на всю Москву. Чацкий произносит свой заключительный монолог. «Слепец, я в ком искал награду всех трудов. Спешил, летел, дрожал, вот счастье думал близко. Он пророчит, что Софья ещё помирится с Молчалином. Муж – мальчик, муж – слуга, из Жениных пожей. Высокий идеал московских всех мужей». Чацкий разуверяет Фамусова «Я не собираюсь свататься к вашей дочери». Другой найдётся благонравный, низкопоклонник и делец. Достоинствами, наконец, он будущему тестью равный. С кем был? Куда меня закинула судьба? Все гонят, все клянут, мучителей толпа. В любви предателей, враждень утомимых, рассказчиков неукротимых, нескладных умников, лукавых простаков, старух зловещих, стариков, дряхлеющих над выдумками, вздором. Безумному в меня прославили всем хором. Вон из Москвы, сюда я больше не ездок. Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорблённому есть чувство уголок. Карету мне, карету. Чацкий уезжает. Фамусов говорит Софье. Он и вправду безумный, такую сейчас молол чепуху. Но ты-то, ты-то… Ах, боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексеевна? Субтитры создавал DimaTorzok